Всем привет! Отправляемся снова в деревню на выходной. Покатаемся на снегоходе. Увидимся! Зимняя сказка! Итак, добрались до деревни. Вот в таком состоянии у нас. Оставался ждать наш снегоход Рысь. Сейчас его очистим от снега. В ванных еще попробовать, возможно, поменять свечи. Но тогда я поставил Denso. Мне понравилось, в принципе. Но на горячую все равно неуверенный запуск. Ну так Тикер знает. В общем, надо сравнивать, попробовать. Попробуем. Раз купили, наверное, попробуем. И поставим новый ремень вариатора. Потому что тот у нас уже изношен. Я покажу. Штангеля нет. Но мы хотя бы так визуально их сравним. Все, до встречи! Смотрим ВНЖК. Как я говорил, верхний электрод цельнолитой. Такой какой-то гальваникой прям покрыт. Написано МАДАИН ЯПОНИЯ. Ну, дело в том, что в другом магазине по маркировке, по рекомендации одного моего знакомого снегоходчика, именно те ребята, которые с Обнинской катаются на Рысях. И у них там, по-моему, пять штук. Он сказал, блин, возьми ты BR9ES и, говорит, забудешь вообще, что надо менять свечи. Ну, надеюсь, это так. Потом они еще будут радовать нового владельца. Потому что мы уже мечтаем, когда-нибудь сможем заработать и взять тайгаваряк. Прям с салона. Итак, поехали. Подготовили ключ к замене свечей. На что хочу обратить внимание, что мне не понравилось. Вот эти гайки самопроизвольно при движении, при работе двигателя откручиваются. Поэтому взял свечи ТНЖК. И почему хочу менять, эти вообще новейшие. На них проехал, не знаю, 7 километров, наверное, отсюда. Вот. А пытаюсь сейчас поставить ТНЖК с этими вот электродами верхними, которые цельнолитые. Ну, сейчас увидите различия. Это вот сейчас Дэнса. Неплохие. Можем смотреть. Блин, конечно, залито. Ну, как новая. Как новая. Ну, она есть новая. Вот. Видите? Вот так вот, ребят. Блин, не зря я на ЛДЖК. Обратите внимание, снимаю колпак и вылетела, блин, гайка самопроизвольно. Самопроизвольно открутилась. А я-то думаю, что-то, блин, подозрение на то, что эти гаечки откручиваются. Так оно и получилось. Вот. Блин, не зря я купил, он потратился еще на свечи. Вот. У меня был эндуро-мотоцикл Suzuki RMX 250 двухтактник. Туда я заказывал оригинальную свечу Suzuki, но сейчас она стоит около 1200 рублей. На сайте MX я, конечно, заказал без предоплаты, но ее сняли с доставки. Вот. Срок стоял, заказывал в середине декабря, срок стоял в середине февраля. Ну, и снято сейчас. Вот. Поэтому НЖК купил. Сейчас ставим НЖК. Итак, продолжим. Значит, тема у нас будет, наверное, дальше продолжение ремней вариатора. Смотрите, Рубена, ремень, с которым я приобретал данный снегоход. Маркировка 33 на 14 на 1120. Ла-ла-ла-ла. Так. Что мы видим? Блин, в прошлый раз, когда он у меня начал закапываться, блин, в метровом снегу, и какие-то удары такие, так-так-так-так, небольшие я смотрю, выбито. Внутренняя часть. У меня лежал внутри здесь запасной ремень Рубена, тоже подгоревший. Он сейчас на нем стоит, я на нем вернулся из леса. И еще я мечтал, что новый ремень, который мне достался с прошлой рысью от хозяина ТРВ, будет офигенным. Когда я его поставил, он вообще у меня с места не тронулся. Горел, грязь какая-то летела отсюда. Так что, наверное, вот это вот не стоит брать, а хрен его знает. Подарю подписчикам. Хотя нет, ребят, это не мой метод. Подарить шляпу, это не наша методика. Так, на что хочу обратить внимание. Многие, наверное, знают, что ремень имеет особенность, то есть надо ставить всегда надписью, надписью. Ну, читаемая, чтобы была надписью. Сейчас я сниму этот. Я не знаю, может быть, там есть какой-то более легкий способ для снятия. Ну, пока мы еще новички в этом деле. И поэтому я только меткум проб узнаю, что вот так вот вроде когда раздвигаешь, он вроде как и раздвигается. Прошу прощения за тавтологию. Вот, вот, оп, 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 оп. Что еще заметил, друзья? Заглушки нет, сделаны саморезы. Тоже небольшая ошибка. При замене ремня, блин, теперь эти саморезы чуть-чуть могут мешать. Ну, тут надо уже изловчиться, чтобы не покорявать ремень. Все, старый, вот он. Смотрите, на этом я из леса вернулся, доехал. Здесь внутренняя часть еще более-менее свеженькая. Тоже Рубена. Сравним по ширине с новым. Оп, ля. Штангель мы не брали, но визуально видно, что на этом мы должны, блин, впечатлиться от динамики и тяги. Ну, попробуем. Так, дорогие товарищи, что вы делаете? Привет, Коля. Здравствуйте. Это все вовремя. Моих роликов. Вот, я так и это советовать буду ему, другу. Девять человек на тебя уже подписались. Вот, я ему подсказываю, а он меня не слушает. Да, лихабилит начало. Я ему показываю вот так, вот так, а он не хочет. У каждого человека, наверное, какая-то защита срабатывает. Да. Все они любят, что когда им начинают подсказывать, да, ставишь? Я купил, Коля, новый ремень вариатора, потому что те уже были уставшие. Кто как на них ездил? Да, да, да. Как они эксплуатировали? Да, 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 да. Действительно, Леша, действительно верно, говоришь. Да, это все такое верно. Сомнительное, блин, предприятие, так сказать. Вот, вот, пальчиками утопили, и все вернули в исходное положение. Вот, блин, кайф. Даже, даже заподлицо. Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Продолжим испытания, вернее, проедем испытания. Вновых испытаниях, посмотрим. Надеюсь. Галеко уедешь, не знаю. Ну, ну что, пробуем? Конечно, давай пробуем, мы ждем, а то глаза сейчас под лоб захотим еще ненароком. Два, стоп, дик. Вот. Пробуем. Отсосим немножко, но пробиваем. Не знаю, на завод ТНЖК я не увидел разница с данцией. Если честно, возможно, это только разница. В штуковинах верхних электродах, которые не будут раскручиваться, убираем подток. Пробуем отлипнуть от места. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...